В последние дни августа 1859 года британский астроном Ричард Керрингтон наблюдал необычную белую вспышку, вырвавшуюся из солнечного пятна на поверхности Солнца, нечто, чего до этого никто из людей не фиксировал. Через несколько часов Землю поразила геомагнитная буря беспрецедентной силы. Телеграфные системы по всей Северной Америке и Европе искрили и сгорали. Операторы получали электрические удары, бумаги загорались, а в некоторых местах сообщения можно было передавать без какого-либо источника питания, только с помощью естественного тока бури. Но самым сюрреалистичным последствием стало то, что появилось в небе. Авроры раскрасили ночь в багряные и зеленые тона, их было видно даже на юге, вплоть до Кубы и Ямайки. В скалистых горах США шахтеры проснулись в два ночи, приняв свечение за рассвет. Корабли в море решили, что города охвачены пожаром. И все же, несмотря на драматичность событий, мир в 1859 году оставался аналоговым. Телеграфные провода были передовым достижением. Если бы событие Кэррингтона произошло сегодня, когда на орбите находятся спутники, в небе летают самолеты, а электросети протянулись через целые континенты, это было бы катастрофой. Инфраструктура бы рухнула, интернет-сервисы бы остановились. Финансовые системы могли бы развалиться за считанные часы. То, что Кэррингтон увидел в свой телескоп, было не просто солнечной вспышкой. Это был предупредительный выстрел самого Солнца. И это было только началом, потому что в последующие десятилетия Солнце снова и снова напоминало нам, что оно с нами еще не покончило. В мае 1921 года менее известная, но мощная солнечная буря обрушилась на Землю, вызвав хаос в одном из самых оживленных городов мира – Нью-Йорке. Рано утром всплеск геомагнитной активности вызвал серию электрических пожаров в системе сигнализации и переключения центральной железной дороги Нью-Йорка. Телеграфные линии перегревались, железнодорожные системы управления выходили из строя, а операторы стояли беспомощно, наблюдая, как внутри релейных станций вспыхивают пожары. Тем временем над головой вспыхивали сияние, видимые далеко за пределами их обычного северного ареала, ослепляя и сбивая с толку наблюдателей, незнакомых с этим явлением. Это был не какой-то единичный случай в сельской местности. Это был прямой удар по городу, который никогда не спит, атака не войной или саботажем, а самим солнцем. Инженеры зафиксировали необъяснимые скачки напряжения в электросетях, а в новостях расплывчато упоминалась магнитная буря. Несмотря на очевидные доказательства связи этих нарушений с солнечной активностью, не было предпринято никаких скоординированных мер по защите городской инфраструктуры. Казалось, что о событии Керрингтона забыли, но эта новая буря доказала, что крупные города не застрахованы. И в отличие от 1859 года, современное общество теперь зависело от электричества в поездах, торговле и коммуникациях. Тем не менее, предупреждения остались без внимания, но солнце только начинало показывать свою силу, и в следующий раз оно погрузит миллионы людей во внезапную темноту. 13 марта 1979 года. В 2.44 ночи по всей канадской провинции Квебек погас свет. После серии мощных солнечных вспышек, геомагнитный всплеск перегрузил огромную энергосистему Хидро Квебек. Всего за 90 секунд вся система рухнула. Более 6 миллионов человек остались без электричества. Школы закрылись, бизнес остановился. Метро перестало работать. Причиной этого блэкаута стала не земная буря, а буря на солнце. Корональный выброс массы, движущийся почти со скоростью миллиона миль в час, врезался в магнитное поле Земли, создавая токи в линиях электропередачи, которые действовали как огромные антенны. Трансформаторы перегрузились, системы вышли из строя, блэкаут длился 9 часов. В некоторых регионах даже дольше. Позже ученые подтвердили, что если бы буря ударила по северо-востоку США, последствия могли бы перерасти в континентальный кризис. Это событие обошлось Канаде в миллионы долларов ущерба и потерь производительности. Это стало суровым сигналом к пробуждению, но за пределами научных кругов его по-прежнему в значительной степени игнорируют. И все же, пока электросеть выходила из строя на поверхности, другая угроза тихо назревала глубоко под поверхностью океана. Протянувшись через океаны, в темноте и соленой воде лежат тысячи подводных кабелей, обеспечивающих более 95% мирового интернет-трафика. Хотя их оптические сердечники защищены от электромагнитных помех, электронные компоненты, усиливающие и контролирующие сигналы находятся в опасной уязвимости. Во время крупных солнечных бурь длинные проводящие кабели действуют как антенны, направляя геомагнитно индуцированные токи к уязвимым прибрежным станциям. Эта угроза стала очевидной во время блэкаута в Квебеке в 1989 году, когда трансатлантические кабельные системы испытали необъяснимые скачки напряжения и частичную потерю сигнала. Эксперты предупреждали, что при буре, сопоставимой с событием Керрингтона, десятки основных маршрутов передачи данных могут выйти из строя одновременно. Поскольку финансовые рынки зависят от коммуникации с задержкой в миллисекунды, последствия могут быть катастрофическими. Замороженные транзакции, утраченные записи, глобальная экономическая паника, современная инфраструктура взаимосвязана. Сбой одного кабеля можно контролировать, но глобальная волна отключений затронет каждый континент. А что самое страшное? У нас нет защиты в реальном времени. Тем не менее, некоторые из самых странных последствий солнечных бурь вовсе не связаны с электричеством, а полностью обусловлены непреднамеренными взрывами. В августе 1972 года, во время затишья во Вьетнамской войне, офицеры ВМС США были потрясены серией странных взрывов. Десятки подводных мин, установленных американскими силами у гавани Хайфон, взорвались самопроизвольно, без кораблей, контакта или человеческого вмешательства. Изначально расследование не выявило причин, но позже рассекреченные документы раскрыли правду. В ту же неделю на Землю обрушилась мощная солнечная буря, пик которой пришелся как раз на момент начала взрывов мин. Геомагнитный всплеск был настолько сильным, что сработали магнитные датчики мин, приняв искажения за вражеские корабли. Та же самая буря также заглушила радиосвязь на высоких частотах, нарушила передачу данных со спутников и вызвала сбои в навигационных системах на нескольких континентах. Это была одна из самых быстрых и мощных солнечных бурь, когда-либо зафиксированных, и в отличие от блэкаутов в Квебеке или события Керрингтона, этот инцидент был связан с реальным вооружением, реальными последствиями и потенциально смертельным исходом. Солнце буквально зажгло поле битвы, но его влияние не ограничивалось современными войнами. Во время Второй мировой войны солнечная ярость обрушилась вновь, на этот раз по обе стороны фронта. В сентябре 1941 года, когда мир был охвачен войной, как союзные, так и вражеские силы столкнулись с необычным поворотом на невидимом фронте, внезапными глобальными сбоями связи. В течение нескольких часов радисты пытались установить контакт. Коротковолновые сигналы пропадали, радары мерцали. В то время было неизвестно, что это нарушение вызвано не действиями противника, а мощной солнечной бурей, которая без предупреждения ударила по магнитному полю Земли. В отчетах от Британии до Германии упоминались нестабильные показания компаса и потеря точности навигации. В хаосе войны у немногих находилось время, чтобы связать эти аномалии с космосом. Однако послевоенный анализ подтвердил, что это геомагнитное событие было одним из самых мощных в начале 20 века и, вероятно, повлияло на морские и воздушные операции с обеих сторон. В отличие от сбоев, в электросетях эти эффекты были невидимы, но крайне важны. Они направляли бомбардировщики, подводные лодки и перемещение войск. Буря показала, как космические силы могут незаметно влиять на ход истории. И даже в мирное время помехи продолжались, особенно для первой в мире системы связи в реальном времени, от которой все стали зависеть – телеграфа. Задолго до появления смартфонов и спутников телеграфные линии были артериями глобальной коммуникации. Но во время геомагнитных бурь они превращались в опасные проводники природного электричества. В ряде исторических случаев, включая Каррингтон, Нью-Йорк в 1921 году и даже во время незначительных бурь в 20 веке, телеграфные провода искрили с такой силой, что операторы получали удары током, а бумага загоралась. В некоторых случаях по проводам проходил такой ток, что аппараты работали даже без батарей. Изменяющееся магнитное поле Земли создавало напряжение на огромных расстояниях медных проводов, фактически превращая технологию в оружие. Сообщения становились искаженными или нечитаемыми. Операторы опасались за свою жизнь. Общественность, не зная причины, воспринимала эти сбои как технические случайности или даже как дурные предзнаменования. Телеграфные компании начали тайно отслеживать солнечную активность, надеясь предсказать следующий всплеск. Им это не удавалось. Нрав Солнца оставался загадкой. Но то, на что намекали телеграфные линии, впоследствии подтвердили электросети и инфраструктура. Длинные проводящие системы становились магнитами для солнечного гнева, включая некоторые, проложенные глубоко в океане или даже глубже под землей. Помимо проводов и кабелей, геомагнитные бури влияют и на нечто гораздо менее очевидное – на трубопроводы. Металлические трубопроводы, особенно те, что тянутся через целые континенты, могут проводить геомагнитно-индуцированные токи, так же, как и линии электропередач. Эти токи изменяют электрическое поле вокруг труб, нарушая работу систем защиты от коррозии и ускоряя разрушения металла. В 1970-х и 90-х годах инженеры начали замечать неожиданные скачки напряжения на трубопроводах во время солнечных бурь. Некоторые ремонтные бригады сообщали о необычном износе и признаках локальной коррозии после сильных солнечных событий. Для газовых и нефтяных компаний это представляло собой скрытый долгосрочный риск. Это не было таким драматичным, как отключение электричества, но было дорогостоящим, опасным и в значительной степени недооцененным. С тех пор эксперты предупреждают, что без должного мониторинга крупная солнечная буря может привести к множественным одновременным авариям на трубопроводах, утечкам, взрывам, загрязнению. Инфраструктура, которая должна была быть надежной, может разрушиться под невидимым давлением солнечных возмущений. И пока трубопроводы страдают молча, спутники над Землей сталкиваются с более непосредственной угрозой, от которой им не скрыться. Находясь на орбите в сотнях миль над Землей, спутники служат нервной системой нашего современного мира. Они направляют самолеты, отслеживают погоду, обеспечивают работу GPS и глобальную связь. Но во время сильных солнечных бурь они становятся уязвимыми целями. Заряженные частицы от Солнца проникают сквозь магнитный щит Земли и ударяют по спутникам, повреждая датчики, искажая данные и иногда полностью выводя систему из строя. Во время бури в марте 1989 года несколько спутников сообщили о потере сигнала и проблемах с управлением ориентацией. В более недавних случаях точно GPS снижалась на десятки футов, что приводило к сбоям в сельском хозяйстве, судоходстве и военной навигации. Бури увеличивают аэродинамическое сопротивление спутников, вынуждая операторов корректировать орбиты или рисковать потерей управления. По мере заполнения низкой околоземной орбиты спутниками, включая тысячи коммерческих микроспутников, пространство для ошибок сокращается. Даже космические аппараты, спроектированные для работы в вакууме, не застрахованы от подобных угроз. Однажды даже один из собственных шаттлов НАСА столкнулся с яростью Солнца лицом к лицу. В марте 1989 года за несколько дней до блэкаута в Квебеке НАСА запустила шаттл Discovery в рамках миссии STS-29. Во время миссии на бортовых системах космического корабля начали появляться неожиданные аномалии. Данные с датчиков начали сбоить, связь стала нестабильной. Инженеры НАСА связали эти проблемы с геомагнитной бурей, вызванной недавним корональным выбросом массы. Хотя шаттл остался работоспособным и вернулся на Землю благополучно, это стало одним из первых случаев, когда пилотируемый космический аппарат столкнулся с воздействием космической погоды в реальном времени. Этот инцидент вызвал новые обсуждения в НАСА о необходимости более эффективного мониторинга солнечной активности и оценки рисков перед запуском. С тех пор космические агентства создали системы для отслеживания солнечной активности. Но даже сегодня прогнозы остаются неточными. Ошибочный расчет может привести к катастрофическому сбою во время запуска, стыковки или возвращения на Землю. И по мере того, как технологии становятся все более зависимыми от космической инфраструктуры, цена игнорирования Солнца продолжает расти. Ученые предупреждают, что одна буря, подобная событию Керрингтона, невозможна. Она неизбежна. Солнце функционирует примерно по 11-летним циклам активности. И хотя с конца 19 века нам удавалось избегать прямого удара, солнечная физика говорит о том, что мы уже задолжали такое событие. В июле 2012 года массивный корональный выброс массы разминулся с Землей всего на 9 дней. Если бы он попал в Землю, по оценкам НАСА, ущерб мог бы исчисляться триллионами долларов, энергосистемы были бы парализованы, а целые регионы остались бы без электричества на месяцы. Банки, больницы, системы водоснабжения – все уязвимы. Созвездия спутников могли бы быть повреждены или уничтожены. GPS исчез бы, связь была бы прервана. И в отличие от прошлого, современная мировая инфраструктура цифровая, взаимосвязанная и критически зависит от точного времени и электроэнергии. Несмотря на риск, большинство стран остаются неготовыми к такому событию. Эксперты называют это катастрофой, которая только ждет своего часа. Но опасность увеличивает не только технология. Человеческие ошибки, политика и институциональная слепота также сделали нас более уязвимыми, чем когда-либо прежде. На протяжении истории солнечные бури редко распознавались как таковые. Во многих случаях – пожары на телеграфах, взрывы на шахтах, отказы спутников – следователи сначала искали механические неисправности, саботаж или программные ошибки. Только позже, иногда спустя годы, были обнаружены истинные солнечные причины. Часть проблемы в инерции институтов. Правительства не уделяют космической погоде приоритета, как землетрясениям или ураганам. Многие лидеры считают это абстрактным, маловероятным или неважным. Такой подход оставляет критически важную инфраструктуру без защиты. В некоторых случаях чиновники сознательно игнорировали предупреждения, предпочитая не отключать системы страха финансовых потерь. Результат? Аварии, скрытые сбои, опасные ситуации, о которых не узнали СМИ. Сегодня солнечные обсерватории испытывают трудности с финансированием. Осведомленность общественности низка. Большинство людей не отличают солнечную вспышку от солнечного пятна, не говоря о том, как одно из них может уничтожить энергосистему. И все же, когда полярные сияния озаряют небо, мы продолжаем смотреть на них с восхищением, забывая, что красота и опасность могут исходить из одного источника. В северном сиянии есть что-то гипнотическое. Занавесы зеленого, красного и фиолетового цветов безмолвно мерцают над замерзшими лесами и пустынной тундрой. На протяжении веков люди рассказывали истории о духах, знамениях и космических знаках, танцующих по небу. Но за этим восхищением скрывается скрытая угроза. Та же солнечная энергия, что создает полярное сияние, также искажает магнитное поле Земли, перегружает провода и выводит спутники из строя. На самом деле северное сияние это лишь видимая грань чего-то гораздо более мощного, и хотя большинство бурь проходит без серьезных последствий, достаточно одной идеальной бури, чтобы изменить все. В следующий раз, когда полярные сияния протянутся до непривычных широт, озаряя города, где их почти не бывает, это может быть не просто зрелище, это может быть предупреждение, сигнал о том, что над нами разворачивается нечто большее, потому что хотя северное сияние захватывает дух, его сущность не только красота, это сила, дикая, древняя и ждущая своего часа.